Друзья, всем привет! Ну что, вы просили, я делаю. Сегодня у нас на обзоре OnePlus Nord 2, который на полном серьезе претендует на звание лучшего смартфона стоимостью в районе 30 тысяч на рынке. Тут, как всегда, все не так просто, но попытка, забегая наперед, удачная. Давайте разбираться, чем может похвастаться Nord 2. Ну а с вас, как всегда, мнение в комментариях и подписка на канал. Ну и как обычно, спасибо моим друзьям из магазина Цифрус. Тут вы найдете гаджеты от OnePlus, Apple, Xiaomi и многих других по прекрасным ценам. Начинаем. Комплект поставки Nord 2 ожидаемо хорош. Зарядка на 65 Вт, кабель Type-C и силиконовый чехол. Чехол с узором, как обычно имеет мощные кромки возле камеры и по углам, что защитит дисплей. Помимо этого, также традиционно для OnePlus на экран наклеена пленка. Внешний вид новинки, мягко скажем, откровением не стал. Вот для сравнения OnePlus 8T, OnePlus 9R и OnePlus Nord 2. Согласитесь, креативят ребята на совесть. Прямо полет фантазии. Но кроме шуток, Nord 2 смотрится сдержанно и вполне себе хорошо. Касаемо цветов, у меня серый матовый, который мне нравится больше, к примеру, черного. Плюс отпечатки особо не собирает. Есть также зеленый-голубой. Думаю, что-то в духе 9R. Он глянцевый. Спинка стеклянная, а вот рама пластиковая. Впрочем, под чехлом вы это вряд ли заметите. Так что большой проблемой не считаю. Экран плоский. Рамка в целом небольшая. Но нижняя кромка все же могла быть и потоньше. На смартфонах подороже, подбородок сейчас меньше. Кстати, а какой порядок цен? На Али минимум, что я видел, это 400 долларов минус купоны. Выходит в районе 380 плюс пошлина. Это около 30 тысяч рублей за 8128. Что касается стоимости на нашем рынке, то Е-каталог показывает, что OnePlus Nord 2 уже неплохо продается. И 8128 можно найти за примерно 33 тысячи. Я, честно говоря, ожидал более высокой цены на старте. 12256 дороже, от 38 тысяч. И я бы все-таки тут смотрел на базовую версию. Ссылки на Е-каталог оставлю в описании. Переходите и мониторьте цены. Получается, что Nord 2 оказывается где-то посередине между Poco F3 и OnePlus 9R. Так что легкой жизни у него точно не предвидится. Разбираемся дальше. В руке телефон лежит неплохо. В чехле он довольно цепкий и одной рукой управиться вполне можно. Тем более по размерам он, к примеру, меньше того же OnePlus 9R. Хоть и совсем чуть-чуть. Толщина 8,25 мм. Вес 189 грамм. По разъемам все стандартно. Миниджека нет, Type-C версии USB 2.0. Always on на месте. Можно выбрать и один из вариантов дизайна и задать время работы. Весь день, по касанию или активировать его на постоянной основе. Сканер отпечатка пальцев под экраном. И почему-то, как и в 9 Pro, смещен к низу. Не скажу, что катастрофа. В цепком чехле проблем нет, но палец приходится выгибать. И мне в целом непонятно, зачем так делать. Касаемо работы, вопросов нет. Хороший уровень, претензий не имею. К тому же у OnePlus всегда отлично работает разблокировка по лицу. Быстро, да и в темноте, в общем-то срабатывает часто. Порадовал звук внешних динамиков. Тут задействуется разговорный. Запас по громкости отменный. Низы заметны. Многие смартфоны классом выше звучат хуже. Также в плюс запишу вибро. Приятное постукивание. Можно изменить мощность вибрации. Считаю, что тут Nord 2 может потягаться и с флагманами. OnePlus не стали экономить. Экран. 6,43 дюйма. Full HD+, AMOLED. По картинке никаких претензий. Стандартный дисплей от OnePlus. С хорошей цветопередачей и отличными углами обзора. Развертка 90 Гц. Да, не 120. Но, как я говорил неоднократно, разница между 90 и 120 заметно гораздо меньше, чем между 60 и 90. Достаточный уровень. Минимальная яркость белого поля хорошая. 0,8 кандел на метр квадратный. С максимальной также проблем нет. Очень хорошие цифры. Как в ручном режиме, так и при включенной автояркости на ярком свету. Бывает чуть лучше, но проблем на солнце OnePlus Nord 2 не имеет. А вот с шим всё не очень хорошо. Коэффициент пульсации примерно до 2-3 ползунка в районе 11%. Но дальше растёт весьма серьёзно и переваливает за 100%. На минимуме же показатель менее 30%. А DC Dimming в последних моделях OnePlus куда-то пропал. Имейте этот момент в виду. В остальном, прекрасный, сочный, яркий AMOLED-экран. Теперь о производительности. Новинка работает на чипе Mediatek Dimensity 1200. Графика ARM G77 MC9. Оперативка LPDDR4X. Постоянная UFS 3.1. По скорости Nord 2 показывает весьма хорошие цифры. Слот под симки двойной, без поддержки карт памяти. Оболочка работает шустро. Это однозначно флагманский уровень. Но иногда я всё-таки ловил себя на мысли, что OnePlus на Qualcomm как будто более стабильный в плане плавности. Вроде бы не придраться. Явных подлагиваний нет. Но всё равно иногда кажется, что какой-нибудь OnePlus 9 или 9R чуть плавнее. Не знаю, возможно чуть влияет и развертка. Надо понаблюдать дальше. По тестам Nord 2 хорош. В Antutu выбивает более 500 тысяч баллов. Очень достойный результат. В троттлинг-тесте просадки заметны. Но если что, в моём стандартном тесте с 40 потоками он обходит OnePlus 9 Pro на топовом Snapdragon 888. Как вам такое? И игры подтверждают класс чипа. Тяжёлый Shadowgun Legends на ультра графике за 30 минут. Одна малопонятная просадка до 46 фпс. Всё остальное время стабильные 60 кадров. К примеру, OnePlus 8 Pro на Snapdragon 865 так не мог. 888 ведёт себя схоже. Но под конец и у него появляются лёгкие просадки. А у Dimensity 1200 нет. OnePlus Nord 2 прекрасно подойдёт как игровое устройство. Ещё и потому, что и с автономностью тут порядок. Батарея на 4500 мАч. За час просмотра YouTube на средней яркости уходит 6%. Полчаса игры в Shadowgun Legends. 18% батареи. Мне телефона стабильно хватало на сутки при 7-8 часах работы экрана. Отличный показатель. Плюс батарея тут двухсекционная. Что вкупе с 65-ваттной зарядкой даёт скорость OnePlus 9 Pro. 62% за 15 минут. И 100% за полчаса. Это очень удобно. А телефон особо и не нагревается. Беспроводной зарядки естественно нет. Камеры. Три модуля. Основной это ширик от OnePlus 9 Pro. Телевика нет. Приложение, кстати, отличается от стандартного на OnePlus. И идентично реалмишному. В целом, не сказал бы, что это плохо. Но, как минимум, непривычно. Возможно, в предыдущих Nordах было так же. Не знаю. Камера уже разок обновилась. В очных битвах мы посмотрим на OnePlus Nord 2 против конкурентов. Пока же могу сказать, что меня снимки на основной модуль устроили. Неплохая детализация. HDR отрабатывает корректно. Плюс тут привычный выбор между авто и постоянным включением. Последний OnePlus же обычно сами решают, когда надо включать HDR. И делают это не всегда правильно. Ширик довольно посредственный. Детализации не хватает. Но в целом это средний по больнице уровень для своего сегмента. Чудес не ждите, но и откровенно провальным его не назвать. Плюс-минус, как у всех. Ночью он, конечно, ужасно шумит. В авторежиме ночью на ширик снимать вообще противопоказано. В ночном режиме ситуация улучшается. И он снова выдает средний для конкурентов уровень. В общем, скоро сравню его с тем же OnePlus 9R. И там посмотрим, кто лучше. На основной модуль также лучше снимать в ночном режиме. Тогда снимки получаются более интересные. Просто потому, что в авторежиме телефон автоматически не обрабатывает снимок. И ночью данной опции часто не хватает. В общем, для своего сегмента нормальная камера. Но камерафоном OnePlus Nord 2 даже близко не является. Видео новинка снимает неплохо. Понравилась и стабилизация, и качество записи звука. Но почему-то в данный момент нет съемки в 4К 60 фпс. Это странно. Продолжаем тест. OnePlus Nord 2. Съемка в 1080p 60 фпс. Посмотрим, как он стабилизирует картинку при таком фреймрейте. Ну и наконец съемка в 4К. В 60 фпс в таком разрешении OnePlus снимать не умеет, но доступна съемка в 4К 30 фпс. Касаемо беспроводных интерфейсов, отмечу очень уверенный прием 4G+. Немногие выбивают в этой точке свыше 100 мегабит в секунду. В наличии и поддержка 5G, и Wi-Fi 6, и Bluetooth 5.2. Конечно же, есть NFC для бесконтактной оплаты. Заявленной влагозащиты нет, но резинка на слоте имеется. Так что, как минимум, отбрызг телефон точно не умрет. Датчик приближения работает идеально, что, впрочем, на OnePlus удивление не вызывает. Когда я за это ругаю Xiaomi, мне часто пишут, что надо выключать кнопку экрана, да и все. Нет, ребята, надо нормально калибровать датчик приближения, как это делают в OnePlus. Но зато, как всегда из коробки, OnePlus не имеет в LTE. Это передача голоса по сетям 4G. Снова идет переключение на 3G и заметная пауза перед началом гудков. Ну что, пора как-то собрать все воедино. Но сначала прошу вас отписаться в комментариях. Как вам OnePlus Nord 2? И считаете ли вы его лучшим вариантом за его стоимость? В целом, телефон получается без откровенных слабых мест. Классный вибрый звук. Мощнейшее железо, которое легко потягается с топовым решением от Qualcomm. Хороший 90-герцовый экран без закруглений. Адекватная автономность и супер-быстрая зарядка. Что еще надо? Да и видеосъемка вроде бы вполне неплохая, как и фото с основного модуля. Но вот ширик плоховат. Видео в 4К 60 фпс нет, по крайней мере пока. Экран имеет заметный шим, а DC димминга в оболочке нет. Конкуренты имеются. Poco F3, который дешевле и стоит в районе 25 тысяч. Но разговаривать по нему не стоит. Датчик приближения будет напрягать. Ну а еще интереснее ситуация с OnePlus 9R. OnePlus, видимо, решили поучиться у Xiaomi и начали сами себе клепать конкурентов. R-ка чуть дороже, от 36 тысяч на нашем рынке, но за версию 8.256. А Nord 2 в таком варианте сейчас стоит 38. И выходит, что R-ка-то не дороже, чем Nord 2. И вот кто из них предпочтительнее для покупки, попробуем разобраться в ближайшее время. Ну что, теперь жду вас в комментариях. Можете также посмотреть сравнение Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S. Или тест лучших камерафонов этого года. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого!